Привет, друзья! Представляю вашему вниманию обзор свежей инди-игры под названием Sigma Theory. Сразу скажу, что она мне очень понравилась, я прошел ее взахлеб от начала и до конца, поэтому видео будет крайне субъективным. На момент релиза трейлер игры меня не особо зацепил, и я отложил ее обозревание как собственное прохождение в долгий ящик. Это было моей концептуальной ошибкой. Поиграв же уже буквально несколько десятков минут, она накрыла меня с головой. Sigma Theory – это игра, в которой нам предстоит примерить на себя роль руководителя сверхсекретного научного проекта, который навсегда изменит мировой порядок. Тот, кто будет обладать передовыми научными технологиями, обречен на неоспоримый авторитет и абсолютную власть. Желающих достигнуть этой цели будет много, поэтому нам любой ценой нужно будет стать первыми. Хороши любые средства. Откуп, обольщение, шпионаж, грубая сила, хакерство. Главное – результат. По своей стилистике и геймплею, игра очень похожа на Plug in Comparation, да в принципе и конечная цель у них одинаковая – единоличный контроль над планетой. Это достигается путем как можно скорейшего прорыва в научных исследованиях. Исследования же в свою очередь осуществляются учеными, которых нам собственно и предстоит всеми возможными способами переманивать на свою сторону. Переманивать их будут наши агенты в размере четырех штук, которые по сути являются нашими рабочими руками. Мы лично будем выбирать каждого оперативника, каждый из них обладает определенными параметрами и способностями и в той или иной степени годится для разного рода задач. Например, для разъезда по странам и переманивания зарубежных ученых лучше выбрать агента с хорошим уровнем интеллекта и навыком обольщения. А для силовых операций лучше подойдет агент с высоким показателем силы и навыком обращения с огнестрельным оружием. Кроме того, по мере развития технологий нам станут открываться дополнительные способности наподобие гипноза, улучшенной регенерации здоровья, клонирования, которые еще сильнее улучшат наших ребят. Казалось бы, все просто. Бери себе и вербуй ученых на свою сторону. Да вот только не стоит забывать, что примерно то же самое будут пытаться сделать и наши оппоненты. Они точно также будут внедряться на нашу территорию и попытаются устроить там диверсию, а значит их нужно будет своевременно обнаружить, поймать и использовать по своему усмотрению. Вот такие вот интересные шпионские игры предоставляет нам Sigma Theory. На этом ее функционал и заканчивается. Сюда очень грациозно встроилась система дипломатических отношений. Здесь каждый персонаж обладает своими предпочтениями и характером. Вполне может получиться так, что агент не сможет найти общий язык с нанимаемым ученым, те в свою очередь будут обращаться к нам для решения своих человеческих потребностей, а на мировом уровне от своевременно заключенного перемирия или экономической сделки может зависеть процветание или упадок всей страны. В конечном итоге у нас получается своего рода эдакая игра престолов, в которой каждый так и норовит достигнуть своей цели за чужой счет. И быть во главе этих интриг очень и очень интересно. За кадром осталась система взаимоотношений со своей второй половиной, взаимодействия с третьими сторонними силами, процесс эвакуации ученых и система мирового баланса, но это говорит лишь о том, что игра разносторонняя и многоплановая, а разбираться во всем этом одно сплошное удовольствие. Кроме того, в связи с огромным выбором спецагентов, пяти областям научных технологий, а также десятку играбельных фракций, стиль прохождения будет каждый раз разный, а одно прохождение не будет похоже на предыдущее. Так что, если хотите окунуться в мир шпионского противостояния и дипломатических интриг в погоне за мировым господством, добро пожаловать в Sigma Theory. Рекомендую пройти ее всем и каждому. Это уникальный игровой опыт, доставляющий немалую долю неподдельного интереса и искренних эмоций. С вами же был канал Играриум, до новых встреч, друзья!